Друзья, всем привет! Сегодня 30 ноября и давайте откроем приложение Яговистов в JW Library и почитаем стих на день, так сказать, духовную пищу, которую они нам на сегодня преподнесли. Да, только мы не будем эту духовную пищу хавать, мы ее разберем по молекулам, да, химанализ проведем. Только хавать не будем. Смотрите, не укусите случайно там, не лизните духовной пищи. Стих с 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Я не знаю, сколько я не слышал этих утешений, они постоянно тычат стихами из Библии, пихают людей. В общем, поддержки как таковой от них толком не дождешься. Ну, то такое, сейчас посмотрим, как они объясняют. Было бы ошибкой думать, что если мы не общительны, то не сможем никого ободрить. Ну, на самом деле, они вроде бы как поддерживают, да, типа, если ты не общительный, то не думай, что ты не сможешь никого ободрить. Они сначала настраивают своих адептов, что они там никчемные какие-то, не заслуживают доброты, да, как у них в переводе в новом мире написано, что незаслуженная доброта, а ты еговы. Показывают тебе, что ты не заслужен, ты не заслуживаешь, ты там чуть ли там не тот самый лох какой-то, а теперь они пытаются хоть какую-то самооценку поднять у своих адептов. Для этого многого не нужно. Порой достаточно теплой улыбки. Ого, не, ребята, подождите, такой улыбки, как у свидетелей еговы, нам точно не надо. Натянутой по самые уши, по самые уши, неискренняя вот эта улыбка. Нет, спасибо, до свидания. Если в ответ нам не улыбнулись, то, возможно, у человека что-то стряслось, и он нуждается в том, чтобы его кто-то выслушал и утешил. Да, обязательно, да. А еще, может быть, такое, что он разговаривать, может, просто с вами не хочет. Может, вы его уже прикумарили, блин, своей литературой. Он уже вас видеть не хочет. А вы все думаете, что он нуждается, чтобы вы его выслушали. Видите, как у них. Не улыбнулся, все, ты уже какой-то не такой. Ты, наверное, уже даже немножко духовно упал, если ты не улыбнулся. Уже не такой еговист, как все. Надо быть, как все, улыбаться, чтобы челюсть потом болела. Ободрить брата или сестру, которым нужно утешение, нам всем по силам. Царь Соломон написал, как хорошо слово сказано в подходящее время. Ну, как бы, да, нормально все написано. Ну, понятно, что поддержка, это, конечно, хорошо, но такой поддержки, как у еговистов, я бы не знаю, я бы не посоветовал никому. Это последнее, наверное. Кому можно подойти за поддержкой, это к свидетелям иеговы. Потому что, наверное, тот, кто сталкивался с их поддержкой, знает, что они толком и не поддерживают. Зачитывают тебе сразу стихи, какие-то из Библии, которые ты уже читал сто раз. И пытаются тебя тем самым поддержать. Вот сказать, вот смотри, тебя егова любит. Вот смотри, тебя егова любит. Вот посмотри, надежда у тебя есть и так далее. У них нового ничего нет. Причем это они делают неискренне, совершенно. Я уже заметил. Потому что так надо, чтобы спасти, как говорится, свою жопу. Чтобы попасть в новый мир. Они вот это пытаются из себя там что-то выдавить. Так, что там у нас дальше? По словам Павла, самый такой, самый жесткий сектант, это Павел. По словам Павла, еще одним источником утешения может быть совместное пение песен царства. По мере приближения дня и еговы, ободрять друг друга становится все более важно. Да, именно как раз, когда чувствуешь приближение. А так, походу, можно не очень ободрять. Да, когда вот чувствуешь уже приближение, что скоро жопа, да, то надо посильнее ободрять. Особенно, когда чувствуешь, что секта уже скоро развалится, надо ей еще больше ободрять. Чтоб не повыходили люди оттуда. А то, кто потом будет пожертвования приносить. Правильно, да? Так, по поводу песен. Ну, как бы, да. Ну, что может Павел посоветует? Это же первый сектант. Как говорится, в любой непонятной ситуации пой песни царства, да? Вот так вот получается. Как в индийском фильме. Мне так грустно, что хочется танцевать. Так вот и еговистов. Тебя грустно? Попой песни царства и тебя попустят, да? А лучше ляг спать, поспи и все пройдет. Вот такой совет от меня от канала JW.org. А вот это действительно хороший совет. И когда ты отдохнешь, поспишь, сразу мозг становится ясным. Приходят новые идеи в голову и все хорошо. Поэтому не ведитесь на их поддержку какую-то. Лучше напишите комментарии. Я вас поддержу. К еговистам не обращайтесь. А если вы, еговисты, захотите что-то написать, да, в поддержку, то, пожалуйста, конечно, пишите в комментариях свои никому не нужные высказывания. Мы их обязательно почитаем и проанализируем. Возможно, даже снимем видеоролик. А на сегодня все, друзья. Вот такой стих на день на 30 ноября. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. И до новых, так говорится, стихов. Будем пробовать их надевать, но они не надеваются. Ну, стих на день, стих на день. Что мы сделаем? Так они и назвали. Всем хорошего дня, друзья. Пока.